...которую я еще должен реплику сделать. Уважаемые избиратели, нам только что здесь один заболтавшийся национал-фашист предложил кровавый путь развития, и я его понимаю. Он хотел бы расстрелять всех, кто не говорит на украинском языке. Это видно и очевидно. Тем более, самое удивительное, что фундамент для этого у нас уже есть. В Украине существует более 80 законов, запрещающие использование любого другого языка, кроме украинского. Поэтому, вы знаете, как говорят, бодливой корове Бог рога не дал. Упаси Господи, если эти национал-фашисты придут к власти, они будут вешать каждого второго. Вот в чем проблема для Украины. Поэтому, не поддерживая даже этот весьма выдержанный и очень толерантный законопроект, который защищает права граждан Украины, нас, эти так называемые деятели, подталкивают к пути, когда будет висеть борьба за предание русскому языку статуса государственного. И мы это прекрасно понимаем. Чем это может закончиться для украинского государства? Потому что отсутствие толерантности, терпимости, а по сути национал-фашистская идеология, продемонстрированная в этом зале, она может к этому привести. А для тех, кто не умеет считать, напоминаю, что вопрос защиты прав человека является ключевым в нашей Конституции. Реализация этого законопроекта позволит однозначно защитить права румынской общины, молдавской общины, венгерской общины, румынской, крымско-татарской, молдавской. Потому что местом распространения является не только территория области, а районного и сельского совета. Я понимаю, почему эти недотёпы орут. Им бы дать автомат, они бы расстреляли всех, кто с ними не согласен. К счастью, нам с ними не по пути. И украинский народ избавится от этого нароста, от этой накипи, которая мешает Украине совершать путь реформ и защищать всю украинскую политическую нацию. Тем господам, которые не умеют читать документы, я напомню, что комиссия по расизму и нетолерантности в очередной раз заявила, что в Украине благодаря таким деятелям растёт уровень ксенофобии, расизма, человека, ненавистничества. И вот то, что мы сегодня видим, это та проблема, без которой нашему государству не решить и не справиться. Я думаю, мы сможем отстоять наши права. Я думаю, мы сможем доказать народу Украины. Я закрываю заседание Верховной Ради Украины. Вечернее заседание Верховной Ради закрыто.